Всем привет, ребята! С вами снова Алина Ринн! И... Это я, Клопар Багер Лучший обзорщик танков на ютубе Сейчас я тут вам всё поясню Да Новый год вступил в свою силу И вот я решила немножко что-то поменять в своих видео Раньше я их делала по принтанкам, которые мне нравились Или просто по каким-то отдельным танкам А сейчас я задумалась сделать серию видео, и какие же танки я для этого выберу. Ну, наверное, когда вы посмотрели на обложку этого видео, вы уже поняли, что выбрала я чешскую линию. Слишком уж много говорят про девятки и десятки какие-то очень хорошие в этом ряду танков. И я тоже начала их качать. Качать я их начала с первого самого уровня. И, в общем-то, забавные там танчики. Они все легкие-легкие танки, которые я очень люблю и умею на них, в общем-то, как считаю, сама играть. А вот здесь это тот танк, о котором я хочу задать это видео. Это первый средний танк в этой цепочке. С виду в нем вроде бы ничего особенного. Такой небольшой. Скорее на легкий танк похож, чем на средний. Но танк оказался очень даже интересным для меня. Танк оказался скорострельным, хоть с небольшим уроном 60, но при пробиваемости, например, его премиумными боеприпасами в 136, что сравнимо с ББшками у некоторых СТ-6. Ну и даже 86 мм бронебойные вполне годится для игры на собственном уровне и на уровень выше, если уж совсем не зарываться и не бросаться на японцев. Время перезарядки меньше 2,5 секунд, даже без боевого братства вентилятора, и это прекрасно. Поэтому я сейчас использую здесь только усиленные приводы наводки. Ну а так как танк небольшой, а соответственно коэффициенты маскировки у него прекрасные, то совместно с сеткой он может выполнять и функцию легкого танка, и выбирать засадную тактику для себя, что я тоже люблю. Ну конечно очень небольшой обзор, даже для четвертого уровня. Он, конечно, требует установки стереотрубы или оптики. Но я со стереотрубой буду играть, потому что в общем-то встать и 3 секунды подождать, чтобы усетить врага, это не представляет для меня никакого труда. Ну и то, что трубу можно переставлять с танка на танк, это тоже для меня аргумент. Постоянно покупать на каждый танк оптику просветленную, это, конечно, нерационально, на мой взгляд. Динамику этого танка вполне, энерговооруженность 15 с чем-то там лошадиных сил на тонну, это достаточно для того, чтобы въехать в горку. И скорости его предельная, вполне ее тоже хватает для того, чтобы занять вовремя позицию какую-то. А для среднего танка это немаловажно, проехать в какую-то точку и там начать свои боевые действия. Все это очень по-среднему и, в общем-то, главное, что есть прекрасное в этом танке, это его орудие, которое из-за его скорострельности выдает больше полутора тысяч урона в минуту. Имеет вполне приличную точность, 36 для своего уровня, но, слава богу, не 40. То есть можно и прицеливаться даже так плюс-минус, какие-то зоны танка на расстоянии. Но главное это УВН. Углы вертикальной наводки у танка, ну вот прям превосходные, просто минус 10, плюс 25. Ну он покрывает просто все необходимости, позволяет использовать рельеф, прятаться, рикошетить, находясь под определенным градусом к противнику. Хотя, конечно, броней он совсем не обладает, как понятно из боя и из его характеристик. То есть в боях, переполненных такими танками, ты чувствуешь себя просто превосходно. То есть стреляешь, куда бы не попал в подобный танк, пробьешь точно. Но, вы знаете, это не мешает. Если выбирать достаточно осторожный геймплей, использовать сетку, не выдвигаться слишком близко к противнику, и использовать вторую линию, использовать огонь с дальних дистанций по чужому свету, самому использовать свою трубу, светить и стрелять, то иногда можно даже и до середины, а то и до конца игры не быть замеченным противником. Ну и как с любой слабо бронированной техникой, позволяет выжать знание карты. Карта, карта, еще раз карта, это наш главный принцип. Если по геймплею я, например, разницу огромную не почувствовала, переходя с предыдущих трех уровней легких танков чешских на вот этот вот танк, то, поверьте мне, потом-то я, конечно, почувствовала разницу, когда на пятый уровень пересела на 24-ку их эту Шкоду. Боже мой, Шкода, о нет, лучше даже не вспоминать. А этот, если вы заметили танчик, то чем еще прекрасен? Если вы обратите внимание, ни разу, ни разу я не использовала премиумные боеприпасы. Я воюю постоянно только на ББшках, что вообще для меня, конечно, необычно. Но здесь мне всего хватает. И даже с пятерками, а это, в общем-то, все-таки, знаете, тяжелые танки пятого уровня, ух, не предназначены для этого танка. Нет, тем не менее, даже там все прекрасно, я пробиваю их. Так вот, результаты боя. Сами за себя говорят, смотрим. Ну, ладно, хорошо, спартанец, окей. Да, везет, везет заговоренный, да. А у меня вообще бывают везучие танки, бывают невезучие. У вас, наверное, тоже, кстати, такое бывает. Напишите в комментах, бывает у вас такое или нет. Вроде бы ничего не отличается, но вот вам на нем конкретно везет. А какой-то танк великолепный, но почему-то не показывает себя. Вот на этом танке я постоянно получаю удовольствие от каждого боя. Можно еще один бой посмотреть. То есть он для меня везучий. Правда, об этом бою, который мы сейчас посмотрим, этого не скажешь. Тут команда подвела. Но в целом танк проявил себя опять прекрасно. Тут, как у Матильды. Самое главное, чтобы скорострельность не обгоняла скорость сведения. То есть если одно к другому подрегулировать, то есть не ускорять перезарядку, а просто поставить приводы, как я здесь и сделала, то танк точно достаточно успевает быстренько свестись после каждого выстрела. И, в общем, при его точности вполне себе даже на расстоянии попадает. Вот здесь, конечно, стандартная любимая горочка, всеми любимая. Да, и респ хороший, и, в общем, противник себя вполне предсказуемо повел. То есть все, в общем-то, включая состав команды, как вы видели в начале, вроде бы указывало на то, что будет победа. Я даже начала переживать, потому что стрелять ничего думала не успею. Но вот как-то живенько все наши на левом фланге слились под давлением их раша тяжелых танков. И все. В общем-то, перевес, дисбаланс, и мы начали катиться вниз по наклонной. Я уж как могла оказывала поддержку, что позволяет этот танк делать. То есть, ну, великолепен, опять же, с войской расстрельностью, повторюсь, который раз. И, в общем, очень быстро можно менять направление огня. То есть башня вертится весьма... А если уж совместно с ходовой, то разворачивается он вполне прилично. А самое главное, что для меня явилось открытием тоже. Стабилизация. Ну, нет такой стабилизации почти ни у какой машины на четвертом уровне. А здесь я даже в движение стреляю на расстояние, в полкилометра, блин, и попадаю. Вот это вот, конечно, удивительно. В динамическом бою, скажем так, он проявляет себя очень неплохо. Ну, конечно, лучше всего он себя чувствует, если стоит незаметно для противника на расстоянии. И, как я уже сказала, использует свои коэффициенты маскировки. В общем, накидывает там один за другим свои 60 урона с невероятной частотой. Хоть полторы тысячи в минуту и не так много. Ну, в общем, на общем фоне это, скажем так, ближе к верху. То есть выше среднего. Ну, и вот тут уже, конечно, один в поле не воин. Я со всеми этими тяжами совершенно понимаю, что точно не смогу сделать ничего. То есть моя задача просто как можно больше настрелять. А они... Есть среди них пятерки, да. То есть я с противником, с тяжелыми танками на уровне выше вполне себя комфортно ощущаю с этим орудием. Вот это вот главное в этом танке. Ну, прекрасно. То есть он сам на свою собственную прокачку превосходно зарабатывает. То есть не надо меняться с этого танка на какой-нибудь фарм-машин. Так вот потихонечку прокачиваться, играть в свое удовольствие. Ну, конечно, на шестом уровне, например, без премиум боеприпасов не обойтись. Но это и для любой машины. Вообще здесь достаточно странно видеть этот танк среди шестерок. Хотя, как я уже сказала, если использовать его подкалиберные шестерками, то он, в общем-то, пробивает вполне на уровне того же самого Кромвеля, там, и того же Т-34-85 на бронебойных. Все-таки эта машина для тех, кто любит планировать стратегически. Где встать, по кому начать огонь и так далее. Эта машина заставляет думать, что на четвертого уровня, конечно, необычно, но тоже интересно. Превосходный танк. Отличное впечатление, даже проигрывая, проигрываешь с такими результатами, что другим завидно. Так смотришь, опс. Смотрите, тут и дозорный с нашими рогами, и поддержка, конечно, и все на свете. И мастер, и, в общем, можно, да, взять. Да, конечно, по опыту на первом месте получилось. И вот это вот все характеризует этот танк. Заработал, поиграл, получил удовольствие, прокачался. Ну, конечно, совершенно не соответствует это все тому, с чем я столкнулась на следующем, на пятом уровне чешских танков. Но об этом дальше, об этом в следующем видео. Что ж, ребят, как всегда, было очень приятно с вами пообщаться. Пишите мне, добавляйтесь в друзья, оставляйте комментарии здесь, подписывайтесь. Мы будем пытаться почаще встречаться с вами в этом году, я надеюсь. Я подготовлю вам по этой ветке еще несколько интересных видео. Пока, ребята, до скорых встреч. Маттане. А я стандартная для вас, на прощание. Субтитры сделал DimaTorzok